МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Игорь Прокофьев, художник, окончил Киевский государственный художественный институт, член Национального союза художников Украины, участник многочисленных украинских и зарубежных выставок. Потребность рисовать, она была с детства. Всегда нужно было что-то. У меня всегда были красочки, всегда были бумажки какие-то, на кнопочках висели мои рисунки. Папа у меня рисовал, папа закончил художественное училище в молодости. И он очень строго просматривал, консультировал. Но меня часто это раздражало, его мнение, его советы. А по-настоящему я вот когда начал много читать, вот они меня настолько волновали, что я рисовал иллюстрации к ним, там чуть ли не картины к этим произведениям. Часто эти иллюстрации превращались просто в отдельные картины. Ну, понятно, там гуашь, акварель. А потом приехала у меня тетя из Омска и сказала, он же художник. И тогда папа купил мне уже масляные краски, этюдники. Я уже стал, поскольку у меня уже был этюдник, масляный край, я уже был настоящим художником. И даже вот когда я занимался спортом, я себя убеждал. Художнику нужно хорошее здоровье, нужны силы. И я там бегал на чемпионатах, побеждал, но я был художником. В Киев я уехал в 16 лет. Несколько раз я поступал в академию, и у меня не получалось. Все время что-то мне мешало. К Зарецкому я уже пошел, когда отслужил армию, и я четко знал, что мне нужна такая профессиональная вышкалка. И я пошел к Виктору Ивановичу Зарецкому, и не жалею об этом. Пожалуй, единственный человек, который так профессионально начал говорить вещи, которые даже были неприятны, но все по делу, все очень четко. А я поступал в академию на графику, потому что на то время, в конец 70-х, начало 80-х, мне казалось, что графика была более современна, чем украинская живопись. И тем более мы смотрели работы прибалтийских художников, и были вдохновлены и польским плакатом, и эстонской графикой. В общем, это был тогда прорыв, прорыв именно восточнославянских художников в контексте мирового искусства. А украинская живопись, вот она все как-то до сих пор, она как-то с гирями традиционализма. Поступил на графику, и мне очень нравилось, занимался и плакатами, и афортом, и джинсы всегда были в дырках от кислоты, там, свитера, но тяжело было отойти от станка, когда ты печатаешь, у тебя что-то получается, и вот эта черно-белая суперграфика. В 80-х я был в Таллине, да, мы ходили на выставки классиков тех известных художников, которых мы видели в журналах, в каталогах. У меня, конечно, и мыслей таких не возникало, что я вот с ними когда-то рядом буду висеть где-то на каких-то экзибишинах и знакомиться, пожимать им руку. Но вот жизнь сложилась таким образом, что вот довелось в Таллине и в пиарну выставляться вместе с известными звездами эстонского искусства. Я занимался станковой графикой и карандашным рисунком, и плакат меня очень вдохновлял. Я участвовал в различных биеннале плаката, и социального, и театрального. Мне нравилось, что в плакате можно было соединять несоединимое живописи, графику. А живописью занимался постоянно. Единственное, что в живописи я делал пейзажи, какие-то композиции. Но я занимался этим как бы регулярно. Единственное, что потом время было такое, время перестройки, когда плакат был востребован, особенно социальный, авангардный плакат. Не было такого понятия актуальное искусство. Мы пытались что-то делать. У нас была группировка, «Ляпас» называлась, и мы делали выставки на Андреевском спуске. Там была и живопись, и графика. В различных жанрах мы работали. Был период ярко-красочный. Я вот ходил в театр часто. Меня вот, скажем, раздражали плохие декорации, спектакли, казалось бы, очень интересный спектакль по сюжету. Но как он был сделан, мне это совершенно не нравилось. Читали мы там какие-то сказки, произведения. И вот эти герои, они как-то не давали мне покоя. И я вот сделал несколько выставок. Но я вот совместил этих героев какой-то современностью. Да, потом я сделал яркие такие, красочные картины. И как-то я успокоился и стал больше, более внимательным к реальности. Я занимаюсь сейчас contemporary art. В связи с тем, что сейчас жизнь реальная настолько насыщена, что, чтобы ты не придумывал, все эти вымыслы, они проигрывают на фоне яркой реальности. Очень много интересного вокруг. Даже можно ехать в какой-то электричке или автобусе и наблюдать, как зритель. И смотришь это, если ты художник, то ты смотришь на это как на очень интересные картины, на какие-то сюжеты. И думаешь иногда, почему у меня нет камеры, почему у меня нет фотоаппарата. Потому что реальность настолько интересна, что вот эти какие-то факты, которые ты вырвал из жизни, становятся артефактами. Индустриальные работы я делал не потому, что я там, скажем, очень люблю промышленную индустрию. Я просто видел вот эти старые разрушенные заводы, и я смотрел, любовался ими. Я думал о том, что они были построены в конце века очень хорошими инженерами, конструктами. Ну, это как знак времени еще, что вот индустрия сейчас какая-то гибнет, да, старая. А новая еще как бы не поднялась. И я писал эти заводы, фабрики. Это просто как вот какие-то вехи времени. Проект «Холод» — это проект о тех территориях, которые временно стали не нашими, не украинскими. Но меня это настолько беспокоило, что во мне жила вот какая-то ностальгия. Потому что все мы были в Крыму. Я в Крыму долго и работал, и отдыхал, и пленеры мы проводили. И в Донецке я занимался росписями месяца три. Мне, в принципе, нравился этот город, нравились люди, которые там живут. И тут вдруг вот эти события произошли. И думать о том, что это уже территория чужая, эти люди стали чужими. И вот, пожалуй, вот этот такой ностальгический холод я и решил передать в этих картинах. Художники пытаются быть современными и европейскими. Но часто вот то, что я замечаю, в картинах хороших по форме не хватает какой-то глубины идеи. А где хорошая идея, не хватает какой-то хорошей интересной современной формы. И вот это несоответствие часто проглядывается на выставках. Я говорю о тех художниках, которые как бы хотят быть актуальными, современными. Но в целом ситуация на Украине, вот даже когда придешь на выставки в «Союз художников», то многие художники погрязли в каком-то странном традиционализме. И я думаю, зачем писать картины, которые можно было писать 20, 30, 40, 50 лет назад. Или клонировать старых художников и даже не придавая какой-то идеи. Это было актуально тогда, 50, 100 лет назад. Многие художники ездят на современных машинах, на джипах, одеваются в очень современные бренды. А картины пишут, как сто лет назад. Я тогда им рассказываю, что вам нужно ездить в каком-то кабриолете первых марков «Форда» или в экипажах. Есть ряд, конечно, проектов, которые я бы хотел сделать. И, ну, у меня не стоит задача достигнуть каких-то, там, стать суперизвестным или, там, супербогатым. Меня даже вообще приличает больше возможность быть молодым художником. Быть всегда с широко открытыми глазами и делать одно, потом резко бросать, передвигаться в другое. И я знаю ряд художников, даже украинских таких, которые вот работали вот таким вот методом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова